Приветствую всех на канале Автоинструктор 62. Сегодня очередная история вождения. Сегодня, как видите, у нас снова мужская история вождения. С вами хочет поделиться Алексей из города Кирова. Алексей, я сразу вам говорю спасибо за вашу смелость и желание поделиться с подписчиками канала. Но я не буду растягивать видеоролик. Алексей расскажет все сам. И он, кстати, учился на права 7 лет. Слушаем. Привет всем. Меня зовут Алексей. Я из города Кирова. Я учился водить в течение 7 лет. Первый раз это было очень неудачно в силу разных причин. В том числе это был мой страх, моя неуверенность, которую я не смог побороть в то время. Ну и опять же не очень, может быть, хорошие инструкторы, которые такие классические, которые ведут себя немного неадекватно, ругаются, ведут себя немножко непедагогично, так сказать. Поэтому пришлось отложить первое обучение. То есть я почти прошел. Закончил я обучение после практики. Ну, я не попал только на экзамены, на сами. На сами экзамены я не попал, не пошел. Выбрал документы. И через несколько лет, получается, через 6 с половиной лет, после того первого обучения я пошел в автошколу. Я себя настроил, уже конкретно понял, для чего мне нужно учиться водить. Тогда была цель работать на развозке. Не таксистом, а курьерской работой. Ну, как бы такая цель, она была не очень такая, может быть, и мотивировала меня на него не очень хорошо. А с рождением ребенка у меня появилась конкретная цель – возить ребенка в садик. Садик, к тому же, находится далеко. Он специализированный. И на автобусах таскаться, ну, очень было неудобно. Поэтому благородная цель меня, так сказать, подвигла взять себя в руки, побороть страх, который был у меня все равно, он остался к тому времени. Какая-то неуверенность к теоретику у меня проблем, вопросов нет. Он очень хороший теоретик у нас по теории ПДД был. Я сдал все с первого раза, запомнил, все отлично. Сам тренировался, читал, спал, так сказать, с этим приложением ВКонтакте, которое там по ПДД вопросам может возгонять. И сдал, слава богу. Инструктор, ну, тоже мне с ним не особо повезло, на самом деле. Ну, после провального первого экзамена я нашел, поискал в интернете, нашел ВКонтакте через своих друзей, там, каких-то подписчиков, инструктора молодого, моего возраста примерно, 30 с лишним лет, около 40. И как-то мы так с ним сошлись. Он меня подготовил к сдаче экзамена. К сдаче экзамена. Экзамен первый был для меня, может быть, каким-то небольшим шоком или откровением, я не знаю, как это назвать, потому что была отличная погода, пока мы ездили, учились. И за день до экзамена в городе выпал снег. Это было начало апреля. Хорошо, что он выпал за день до экзамена. Я в день, когда выпал снег, покатался немножко на машине с инструктором. И уже город немножко был почищен к следующему разу. И я сдал, просто сдал город, как в тумане. Хочу сказать огромное спасибо Сергею за видео, которое он снимает и показывает на своем канале. Потому что многие вопросы, даже вот с этим вторым инструктором хорошим, они не были прояснены. Самое основное было то, что это почувствуй габариты. Как это почувствовать габариты, интересно. Как я должен почувствовать габариты, а что? Я вот еду слева, у меня там справа что-то там находится. Сзади-то вообще это где? Это вообще сзади непонятно где. Опять же, момент с поворотами налево. То есть, как понять, где поворачивать налево? Вроде такая простая вещь. Даже поворот направо, то же самое. Многие выезжают на встречку при повороте направо. Как не заехать на бордюр при повороте направо? Где поворачивать? До какого места доезжать? Как ориентироваться, если нет разметки, то же самое. Как проехать, например, в две полосы и как туда ехать? Вот как? Что там надо чувствовать? Каким местом? Инструкторы ничего не объясняют, вот честно говоря. Меня это очень озадачивало. Ну, все-таки главная задача была сдать городской экзамен. Я его с успехом сдал. И уже на практике, на своей собственной шкуре, да, начал ездить, привыкать к своей машине. Понял как раз там, где габариты. Пользовался советами Сергея по установке стоек, там, бутылок и всего остального. Ну, это мне очень помогло. Это очень помогло. Сергею хочу еще раз сказать большое спасибо за те моменты, которые, ну, просто-напросто не озвучивались. Не озвучивались. Моменты с троганием, например, да, ну, у меня, это у всех, наверное, проблема такая есть. У меня тоже, в частности, такая проблема возникает. Сейчас она уже практически исчезла. Я вот в последнее время, ну, очень редко глохну так. Бывает раз, может, в день заглохну где-нибудь, потому что забуду поставить на нейтральный, например, на перекрестке, где долго горит красный. Ну, так уже нормально. Бибикают. То, что там бибикают, я на них снимаю не обращаю, но я прижмусь, если что, к правому краю. Меня всегда обонят или по встречке они обгоняют. Без проблем, они же опытные водители. Я начинающим, я вам значок еще ввести, наклейка, знак восклицания. Что я хочу еще пожелать начинающим или будущим, может быть, водителям. Если есть желание водить, если есть какая-то цель конкретная, для чего вам это нужно, да, то побороть страх, неуверенность, даже если у вас вообще нет в городе инструкторов нормальных абсолютно, да, то даже с такими инструкторами можно с помощью таких блогеров, как Сергей, с помощью собственного желания, стремления и упорства, можно получить долгожданные права. Чего я всем желаю. И вот сегодня мы ездили, например, дочку я возил на ипотерапию, на ипподром возим. Она, ну, конечно, она любит и животных, и лошадей, но она больше всего любит, когда папа возит ее на машине. Вот, для нее это вообще развлечение и счастье больше, чем карусели там какие-то и все остальное. Так что она даже забывает про какие-то другие развлечения, которые она там придумает себе или требует там, или что-то еще и хочется. Ну, так что желаю вам успехов и удачи на дороге. Все, пока. Ну, и в заключение хотелось бы добавить. Алексей, я вам желаю удачи на дорогах, без аварийного вождения. Продолжайте радовать свою дочку, возите ее и побольше вам зеленых светофоров. Еще раз спасибо за ваши материалы. Подписчики, я вас тоже прошу поблагодарить. Алексея, тоже присылайте свои истории вождения, как видите, это мотивирует начинающих водителей. Мы будем продолжать поддерживать эту тему и поддерживать начинающих водителей. Не забывайте подписываться на канал, поддержите лайком данный ролик. Ну, а я, как всегда, вам всем желаю удачи на дороге. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok